30 новых автомобилей «Лада Ларгус Кросс» отправятся во все районы Мордовии. Их назначение – доставка людей старше 65 лет в медицинские организации. На приобретение транспорта из федерального бюджета потратили почти 30 миллионов рублей. Средства перечислены для реализации федерального проекта «Старшее поколение» и предполагается, что до конца 2024 года 90% пожилых людей старше 65 лет смогут пройти профилактические осмотры. Получив эти ключи, мы сделаем наши мобильные бригады еще мобильнее. А самое главное, мы получим возможность приблизить услугу к человеку максимально и оказать помощь любому тому, кто нуждается в этой помощи, где бы он ни был, в каком бы уголке Мордовии. Семеместные транспортные средства пополнят уже существующий парк мобильных бригад. Далее будет разработка и согласование плана мероприятий в Минздраве и Минсоцзащиты населения Мордовии. Его выполнение позволит обеспечивать комплексное предоставление социально-медицинских услуг. И это будет лишь первым этапом для обеспечения транспортной доступности больниц и поликлиник. Следующая централизация полная диспетчерской службы. Не наша внутренняя, а российская. Следующий штаб – вертолет. На следующий год мы уже будем его использовать. Об использовании малой авиации говорила и министр здравоохранения Вероника Скворцова на недавнем видеоселекторном совещании. Она отметила, что доступность медицинской помощи может быть обеспечена жителям каждого населенного пункта лишь при создании единой скоординированной региональной системы здравоохранения. Я считаю, это, безусловно, улучшит здоровье граждан наших и увеличит продолжительность их жизни. Ведь это, по сути, задача номер один, которая сегодня стоит перед нами и первоочередная задача в нашей работе. Поэтому постараемся ее выполнить. Медицинские организации составят списки граждан, направят их в органы соцзащиты населения. Там определяют график доставки на профилактические осмотры. Для людей 65 лет и старше перевозка будет бесплатной. Евгений Волков, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова